Сегодня мы поговорим с вами об археологии города Архангельска. Тема эта сравнительно новая, она не сильно освещена в научной литературе и тем более она нам будет интересна, потому что очень много различных вопросов возникает у горожан о том, что когда появилось, когда появились те или иные объекты на территории города. И некоторые из этих вопросов можно дать ответ только с помощью археологических исследований. Археология как наука в городе, здесь в Архангельске, зародилась в середине 20 века. До этого городом архангельском археологи практически не интересовались. Интересовались, как правило, более древними эпохами где-то в отдаленных районах нашей губернии и области. Вот первые археологические исследования на территории именно города были проведены в 1954 году Олегом Владимировичем Овсяниковым, вот и он тогда еще был совсем юным, Юрием Павловичем Прокопьевым, который был директором Архангельского краеведческого музея долгое время. И эти работы еще велись, ну, таким, скажем, любительским образом. Было осмотрено котлован под строительство гостиницы, тогда она называлась у нас Юбилейная, или сейчас она называется, как это, гостиница наша, Двина, да, гостиница Двина, тогда она называлась Юбилейная. Вот на этом месте были произведены археологические исследования, которые позволили выявить некоторые предметы, говорящие о том, что культурный слой города Архангельск, оно достаточно насыщен различного рода материалами, некоторые из них, в том числе и органические материалы, сохраняются достаточно неплохо. Работы эти были продолжены уже в 60-е и 70-е годы XX века. Прежде всего, Олегом Владимировичем Овсянником, научным сотрудником Ленинградского отделения Института археологии Российской Академии Наук, который во время некоторых археологических разведок по территории области, иногда обращая внимание и на Архангельск, были выявлены некоторые объекты археологического интереса. Это, прежде всего, гостиные дворы, это территории, где раньше находились объекты церковной архитектуры, культовые объекты церкви. Но по-настоящему серьезное исследование города Архангельска с точки зрения археологии началось только в 1980-е годы. То есть, по меркам современника, сравнительно недавно, это даже еще на моей памяти многие вещи произошли, хотя вот и они еще не очень преклонных лет. В 1981 году Олег Владимирович Овсянников произвел первое раскопочное исследование на территории архангельских гостинок дворов. От его здания, того огромного комплекса, который возник еще в 16-м столетии, в середине 17-го, во второй половине произошла грандиозная реконструкция этого объекта. И вот эти этапы строительной истории гостиных дворов Олегу Владимировичу Овсянникову частично в ходе этих исследований на дворовой части гостиных дворов, русского гостиного двора, там где сейчас находится трансформаторная будка между детским парком и гостиными дворами, вот он как раз там археологические исследования на месте этой трансформаторной будки и производил. Были получены очень интересные результаты. Керамическая посуда, западноевропейская, позднесредневековая, деревянные предметы, бандарные изделия, береста, много керамики, керамические трубки, курительные, которые здесь появлялись уже в начале 17-го века и распространились в конце 17-го, чуть не половина Архангельска употребляла табак курительный. И вот эти предметы, они поступили в Архангельский кровеческий музей и сразу скажу, что большинство предметов на территории города Архангельска найденных, они хранятся в фондах Архангельского кровеческого музея, за исключением некоторых коллекций, которые собирались в районе квартала Старый Архангельск, того квартала, который отведен под освоение Музея, Государственное Музейное Объединение Курорусственной Культуры Русского Севера. Вот часть коллекций города Архангельска, небольшая часть хранится в Государственном Музейном Объединении. Спустя несколько лет, буквально в 1984 году, Олегу Владимировичу Овсянникову посчастливилось провести еще более масштабные, грандиозные раскопочные исследования на территории Архангельского гостиного двора, в том месте, где сейчас находится здание конференц-зала администрации нашей области, во внутреннем дворе между администрацией и гостинными дворами. Те, кто своих детей туда в поликлинику иногда приводит, наверное, знают, о чем идет речь, там еще отделение поликлиники долгое время существовало, не знаю, существует ли до сих пор, наверное, еще и существует. Вот, в частности, я своих детей тоже туда водил. Вот на месте этого здания были проведены раскопки в 1984 году как раз на стыке двух комплексов каменного города, то есть Кремля города Архангельска, крепости, которая была построена в 1667-84 годах, и немецкого гостиного двора, вот это прясло, которое разделяло эти два сооружения, как раз было раскопано. Более того, в ходе дальнейших раскопок удалось обнаружить и остатки деревянных гостинных дворов, что не удавалось делать ранее. Деревянные гостинные дворы, которые сгорели в 1666 году, и на месте деревянных были построены каменные, вот они сохранились только в археологизированных остатках, руинированных, которые можно уйти только с помощью раскопок. И вот эти остатки фундаментов этого гостинного двора деревянного в 1984 году удалось зафиксировать. Анализ древесины, из которой были изготовлены эти фундаменты, показал, что значительная часть представляла собой лиственничные стволы, которые были заготовлены непосредственно в окрестностях современного города. Раньше здесь находились лиственничные большие массивы. Кроме того, большое значение в строительстве уделялось деталям лодочным, то есть остатки палуб, остатки отшивки бортов, которые использовались вторично для изготовления полов и различных деталей интерьера. Это тоже было зафиксировано археологами. Ну и завершая рассказ об археологическом исследовании самого старого здания в городе Архангельске, гостиных дворов, надо сказать, что в 1991 году во время строительства гостиницы «Пурнаволок», той гостиницы, которой мы сейчас любуемся, на углу улицы Свободы и набережной Северной Двины, эта гостиница строилась как раз в начале 90-х годов, и Олегу Владимировичу Овсяникову довелось исследовать территорию под этой гостиницей. Там были найдены остатки немецкого гостиного двора, фундаментное поле было зафиксировано, большое количество белокаменных резных деталей, изображающих различные элементы интерьера, декора внешнего и внутреннего архангельских гостиных дворов, большое количество печных изразцов, которыми украшались, печи наших с вами сограждан, которые здесь обытовали, жили в этих гостиных дворах во время совершения торговых операций. В общем, такой большой материал, в основном массовый, но были индивидуальные находки, например, ковши для черпания металла, клещи кузнечные, ну там различные детали, связанные с кузнечным ремеслом. Дело в том, что кузнецы в большом количестве трудились на постройке гостиных дворов, а все стяжки, которые вот видите в этом здании, они были сделаны кузнецами. Кузнечные работы заняли первое место по статьям расходов при строительстве гостиных дворов. На втором месте работа артели каменщиков, и только на третьем месте затраты на сам кирпич, который пошел на строительство этого сооружения в середине 17 века. Архангельские гостиные дворы исследовались и позже, в 2000-е уже годы, во время грандиозной реконструкции, реставрации гостиных дворов, которая вяло текуще шла все 90-е годы, но в 2008-2009 годах она активизировалась, и во время этих реставрационных работ, которые пару лет длились, удалось в нескольких пунктах на территории Архангельской гостиных дворов раскопать достаточно интересные объекты, получить достаточно большой материал. Он, конечно, совпадал во многом с тем материалом, который был раскопан еще Олегом Владимировичем Овсяниковым, но кое-какие детали все-таки удалось новое почерпнуть. Например, были монетные находки интересные полученные, такие как серебряные макукины и золотой левендальдер. Макукины – это такие неровные серебряные монеты, 8 реалов испанских, которые в достаточно большом количестве завозились через Архангельгородский порт и поступал на внутренний рынок в нашей стране в первой половине 17 века. А вот золотые левендальдеры – это вообще уникальное явление. Таких монет не найдено на территории не только России, но и даже в Западной Европе. Поэтому это уникальная монета, талер со львом, так называемый, сделанный из золота, хранится в Архангельско-Украинском музее с 2009 года. Он был найден во время раскопок на фасадной части русского гостиного двора. Кстати, горожане, наверное, не все вполне представляют себе, что же осталось от первоначального комплекса гостиных дворов, в которых мы сейчас находимся. Дело в том, что раньше этот комплекс занимал всю площадь, весь квартал между улицами Свободы, Троицким проспектом, Воскресенской и набережной Северной Двины. Полтора километра окружность была этого сооружения. Сейчас осталась, ну, наверное, десятая часть исторической постройки. Только двинской фасад русского гостиного двора. Башни, биржевой зал и винные соляные магазины, которые сейчас тянутся от биржевого зала в сторону улицы Свободы. Соляные склады, которые протянулись в сторону детского мира. Это все построено уже в XVIII веке, во время реконструкции 1790-х годов. Вот в Екатеринское правление эта реконструкция была произведена. Ну, тогда нужно было это здание переоборудовать под общественные, государственные нужды. Здесь устроили винные и соляные склады, магазины. Да, и, собственно, так как это отцызанные были товары государственные, необходимы были помещения, в которых бы эти товары хранились. Ну, вот, собственно говоря, гостиные дворы для этого и использовались. По прямому практически назначению. Долгое время в нем также находился таможенный замок, который располагался в старой части русском гостином дворе. Пытались тут сделать и монетный двор, и некоторые другие учреждения, но это уже получилось с меньшим успехом. Вот таким образом археологи с помощью исследований смогли проследить историю гостинных дворов не только по тем письменным данным, которые мы имеем, не только по документам, но и по тем предметам, которыми пользовались обитатели гостинных дворов, купцы, обслуживающий персонал, которые бытовали в ту или иную эпоху, те товары, которые завозились в гостинные дворы, с помощью этих исследований удалось более или менее поточнее определить. Да, значит, сосуды, огромные сосуды, которые привозились из Западной Европы, да, они, конечно же, керамические для чего-то были нужны, и поэтому находка их на территории гостинных дворов недвузначно намекала на то, что какие-то товары завозились не только, значит, предметы роскоши, не только металлы, но и, видимо, вина какие-то, какие-то масла, какие-то благовония, то есть то, что хранится в керамической посуде. Эти товары в большом количестве, судя по керамическим находкам, доставлялись в Архангельск в 17-18 столетиях. Вообще материальная культура во многом доступна историку с помощью археологических исследований, в том числе и города Архангельска. Какие предметы материальной культуры от археологов, прежде всего, попадаются во время раскопок культурных свойств в город? Самый большой материал – это, конечно, кости. Кость гниет не очень быстро, сохраняется в земле, особенно во влажном грунте, достаточно долго, и скотская кость, которая осталась от употребления в пищу, она в большом количестве находится в культурном слое Древнего Архангельска. На втором месте, пожалуй, идет керамика, то есть керамические сосуды, которые используются в различных случаях бытовых. Это и употребление в пищу, это и перевозка, это и хранение. Вот эти горшки, они постоянно бились, потому что были непрочны. Битые горшки выбрасывались, и они очень в большом количестве оседали в культурных слоях нашего города. Ну и на третьем месте, пожалуй, это ломанные деревянные изделия, бандарные изделия, берестяные. То есть человек в большом количестве использовал природные материалы, и до сих пор он это делает достаточно успешно. И, конечно, берестяные ножны, туеса, различные корзинки, короба даже целые были нами, берестяные найдены во время раскопок. Кстати, было очень мало лаптей, потому что лапти – это не совсем удобная для нашей местности обувь. Большинство горожан носило кожаную обувь, сапоги. Лапти – это, наверное, какие-нибудь, может быть, летний вид обуви, очень редко использовавшиеся, и в археологических раскопках в Архангельске он практически не встречается. В центральной европейской части России лапти – один из самых популярных предметов, найденных в археологических раскопках, потому что береста практически не гниет, она сохраняется очень долго. Но у нас в основном кожаные сапоги, и вот если вы посмотрите на наши витрины, то здесь вы видите практически в каждой витрине остатки кожаных сапог, которые были выкопаны в том или ином месте города Архангельска. Вот кожа – это то, что часто также еще встречается в археологических исследованиях. Кроме того, это остатки слюдяных оконниц в большом количестве выпадаются, то есть окна делали так же, как и сейчас, но не было, естественно, стекла того производства, которое позже возникло где-то в конце XVIII, в начале XIX века, уже стало входить в быт местного населения, и то не сразу. И до этого, вплоть до XIX века, часто использовали слюду. Слюду добывали в основном на угодьях Соловецкого монастыря в западной части Беломорья, доставляли сюда, в Архангельск, где производилось изготовление слюдяных оконниц, слюдяных фонарей, которые использовались не только для застекления окон, но и для изготовления фонарей для освещения жилища. В общем, широко использовались пластины-следы в то время, и вот эти пластины-следы практически в каждом месте при археологических исследованиях у нас находятся. Что касается каких-то интересных вещей, которые можно подчеркнуть из археологических исследований, это вот я уже упоминал курение. Благодаря археологическим исследованиям мы знаем, это в письменных источниках практически не отразилось, потому что не было тогда в делопроизводстве того времени необходимости писать о занятиях населения, чем они увлекаются, потому что вся переписка того времени, как правило, деловая, очень редко на какие-то бытовые детали обращается внимание. Табак завозился из Америки, как мы знаем, и очень рано здесь на севере уже в 17 веке проникло сюда табакокурение через западноевропейских торговцев, и при раскопках в городе иногда там доходят эти обломки глеяных фаянсовых трубок для курения. До тысячи фрагментов можно в одном раскопе найти, потому что это такой почти одноразовый товар. Трубки были очень длинные и тонкие, они набивались табаком, курили их несколько раз, и потом они ломались, эти ломанные трубки, естественно, выбрасывали. И вот эта ломаная часть трубок как раз это тоже большое количество археологических предметов СССР и представляет. О торговле Западной Европой также говорят такие находки, как фрагменты рейнской керамики, которая из каменного, из толченого камня изготавливалась, так называемая рейнская керамика, потому что основные центры производства находились в Северной Германии и в Голландии. Вот она в большом количестве поступала сюда в качестве посуды, в которые как раз привозились различные благовония, эфирные масла, растительные масла и так далее. То есть то, в чем оно хранится и не приобретает запах. Эта традиция продолжилась и в годы Первой мировой войны, когда уже гражданская война, когда помощь союзников принимал Архангельск в Первую мировую войну. И вот в этих сосудах, тоже изготовленных из каменной керамики в Англии, завозилось сюда ружейное масло для смазки ружей. В большом количестве эти бутылки из-под ружейного масла, до сих пор даже целые, используются некоторыми деревенскими жителями для своих личных нужд. Ну, эти находки, они хотя и поздние, но тоже откладываются в культурных слоях города. Иногда в культурных слоях можно найти раннюю рейнскую керамику 16-17 века, в которой в Архангельске завозились различные товары позднесредневековые. И вот времен Первой мировой войны и гражданской войны, поставки сюда ружейного масла, практически в таких же точных сосудах по технологии изготовления. Если мы помимо гостейных и дворов еще какие-то другие археологические объекты нашего города затронем, то надо прежде всего, конечно, сказать о том объекте, благодаря которому Архангельский получил свое название, а именно о Михайло-Архангельском монастыре, монастыре, о котором сейчас идет очень много споров, ну, когда он возник. Многие почему-то непонятно по каким причинам хотят приписать ему несколько дополнительных десятков, а то и сотен лет жизни. Ну и чтобы прояснить этот вопрос археологическими методами, я сейчас небольшой такой об этом сюжет расскажу. Михайло-Архангельский монастырь изначально, да, вот сейчас, когда новостные пошли сюжеты о раскопках на месте Михайло-Архангельского монастыря, не все даже представляют себе, что Михайло-Архангельский монастырь раньше не ходился ни в том месте, где сейчас его копают. Поэтому скажу сразу, что в 1636-1737 годах после пожара на территории Архангельского деревянного города, построенного в 1583 году, этот монастырь Михайло-Архангельский, который просуществовал, ну, с конца 14-го, начала 15-го века, вот так обозначим осторожно эту дату, был перенесен вверх по северной двине на 2 километра выше города и за городом долгое время существовал достаточно успешно, вот все свои вот эти дореволюционные, несколько послереволюционных лет, пока в 20-30-х годах не был упразднен и разобран. Поэтому то, что сейчас раскопки проводятся на территории Михайло-Архангельского монастыря, это монастырь, появившийся там в конце 30-х годов 17-го столетия. Старый монастырь находился на территории Архангельского деревянного города. Именно обнесение крепостной стеной Старого монастыря и знаменовало собой факт появления города Архангельска. Археологические исследования на месте Старого Архангельского города и Михайло-Архангельского монастыря проводились неоднократно, но, к сожалению, настолько ситуация была в более позднее время антропогенным вмешательством испорчена, что археологически проследить какие-то элементы конструкции деревянных стен города, какие-то, скажем, постройки, фундаменты построек на территории Михайло-Архангельского монастыря, например, церквей, найти фрагменты воеводской избы. Все это невозможно, потому что очень большие строительные и сетевые работы были проведены в более позднее время, и все это практически не удается наткнуться на эти вещи. Видимо, настолько мало осталось, мала площадь этих объектов, что просто не попадали еще археологи на те места, которые действительно могут быть интересными. Поэтому здесь археологи, конечно, пока еще свое слово не сказали. Я надеюсь, что в будущем, может быть, скажут, когда более удачливому археологу удастся наткнуться на что-то, что действительно относится к времени Михайло-Архангельского монастыря. Ну, как пример, в прошлом году Владимир Александрович Зейфер, наш коллега из Переяславля, из Института археолога Российской академии наук, копал место, которое сейчас занято построенной беседкой, вот, беседка построена архангельским гранд начальником Голицыным. Вот, и находки, которые там были, они не говорят ничего ни о монастыре, ни о деревянном городе архангельском, возникшем в 1583 году. Поэтому, вот, еще раз доказывает это, что не так легко это все найти. Хотя место, казалось бы, самое такое интересное, да, на мысу, на краю берегового обрыва. Казалось бы, где еще, если не там, что-то должно быть. Но, к сожалению, вот пока ничего не найдено. Я думаю, что мы преуменьшаем то воздействие на облик нашего города, которое вот в предыдущие столетия и десятилетия были произведены. Я думаю, человеку под силу очень быстро изменить ландшафтную ситуацию, в том числе и изъять культурный слой на том или ином месте практически бесследно. Поэтому, если даже и не найдется ничего на территории театрального сквера этого, я не удивлюсь, да. Вот, все-таки человек достаточно быстро меняет окружающий ландшафт, окружающую культурную ситуацию. Поэтому все споры о том, что Михаил Архангельский монастырь там возник в XII веке, XII век это вообще такой фантастический сюжет возникновения Архангельского монастыря, потому что он не мог появиться здесь раньше распространения общежительных монастырей на территории Руси. Они, как вы знаете, появились во времена Сергия Радонежского. То есть это XIV век и раньше середины XIV века, в принципе, он не мог здесь возникнуть. Вот, конечно, могли возникнуть какие-то пустыни одинокими и инокими устроенные, но мы не знаем такой истории. Если бы это каким-то образом возникло, какие-то исторические следы бы остались. Нет ни даты основания точной, ни имени первого игумена. Есть игумен Лука, но мы не знаем, был ли он первым. Вот в 1389-1414 годах вот этим длинным промежутком времени датируется время основания нашего Михаил Архангельского монастыря. Я склонен считать, что это было где-то в начале XV века. В 1419 году он впервые упоминается в письменных источниках, в летописи. Вот, поэтому, ну, тут не нужно никаких спекуляций проводить на этот счет. Археологи все равно вряд ли смогут доказать точную дату появления, потому что все находки, которые будут найдены, они будут датироваться в каких-то временных промежутках. Вот, поэтому надо, ну, как все уважающие себя историки в данном случае поступить и считать датой основания Михаил Архангельского монастыря позднюю дату, значит, упоминания в писемном источнике, то есть в 1414. И не связывать Михаил Архангельский монастырь напрямую с нашим городом, потому что город был основан здесь совсем не потому, что нужно было каким-то образом поднимать монастырь, делать, возвышать его. Нет, монастырь, наоборот, был городу помеха. Монастырь получил от города, когда строилась крепость, дополнительные земли и дополнительную денежную компенсацию, потому что часть их территории была задействована под оборонительные функции Архангельского деревянного города, который строился для того, чтобы защищать внешнюю торговлю на севере нашего государства, московского государства, которое зарождалось в дельте Северной Двины и вот построенная в 1583 году крепость, которая позже получила название Архангельский город, она как раз и была призвана эту функцию решать. То есть монастырь, он хоть и дал имя городу, но он не был главной составляющей, частью нашего города. Поэтому я не согласен с теми людьми, которые считают, что нужно дату основания Михаила Архангельского монастыря, считать датой основания города Архангельска. Конечно, это разные исторические события, и споры давно уже идут, они будут продолжаться и, наверное, вечно будут продолжаться. Но археологи пока вот в этом споре свое слово не сказали, и я думаю, что вряд ли скажут, потому что слишком невелика хронологическая рамка тех событий, которые мы призваны исследовать в данном случае. Итак, исследования на территории Петровского парка, Петровского сквера, которые проводились в 2000-х годах, и вот в 2019-20-м годах до сих пор, в этом году уже все еще проводятся. Пока дали нам следующие результаты. Здесь было кладбище, видимо, при Михаил Архангельском монастыре, потому что везде на всей территории попадается захоронение. Здесь наверняка был, конечно, древний центр города, потому что предметы, которые здесь попадаются, датируются концом 16-го, началом 17-го века, но никаких свидетельств более раннего времени пока мы, к сожалению, не находим. Ну и тем более не находим средневековые объекты, которые позволяют удревнить дату существования поселений на территории Архангельска. Кстати, самое ближайшее от центра города средневековые находки 11-го, 12-го веков, то есть еще финно-угорской материальной культуры тех племен, которые здесь населяли территорию Нижнего Подвинья до прихода славянских поселенцев, они как раз... Самое ближнее место – это район Троицкой церкви в Кузнечихе. Это уже черта города Архангельска, но по, строго говоря, по реалиям прошлых столетий, это была окраина города и даже вообще за городом, в Кузнечихе это была деревня, которая со временем вливась в состав города Архангельска. Такие же находки были в заостровье сделаны, в некоторых других пунктах на территории дельты Северной Двины, которая подтверждает, что действительно, да, в средневековье существовали поселения на территории дельты Двины, но не на территории той центральной части Архангельска, которая сейчас формирует ядро нашего города. Центральная часть Архангельска была все-таки сформирована сначала монастырем, а потом уже и портом, который здесь возник для торговли с Западной Европой. Помимо Михаила Архангельского монастыря, старого, есть еще место нового Михаила Архангельского монастыря, которое сейчас археологами раскапывается. Чем это место интересно для археологов? Ну, во-первых, тем, что можно, зная точно, когда монастырь был перенесен на пустое, на чистое место, определить по находкам, какие категории материалов бытовали во второй половине 17 века, а которые в первой, да, если мы сравниваем с теми находками, которые сделаны здесь. И вот, вычленив тот материал из раскопок на территории Петровского сквера и гостинных дуров, отделив похожий материал, который найден там, в месте, где возник монастырь во второй половине 17 века, можно определить, какие вещи относятся к более раннему комплексу здесь бытовавшему на территории города. Вот в этом определенная польза раскопок на том месте существует. Понятно, что имеется большое количество схем, большое количество планов города, чертежей, которые, в принципе, достаточно подробно показывают, где какая башня в каком месте этого монастыря находилась и как он перестраивался. И, в принципе, те раскопки, которые там ведутся, они просто подтверждают то, что вот в этом месте действительно находились те объекты, которые показаны на чертежах. Но так как нам интересны детали, ведь археология, она не наука о чем-то глобальном. Как правило, археология – это наука о каких-то деталях, которые помогают иногда очень сильно изменить представление об общих процессах и явлениях исторических. Вот детали, которые могут там возникнуть, появиться во время исследований, каким образом осуществляли рубку срубов, каким образом, где что хранилось в сооружениях оборонительных или башенных, где хранили те или иные товары, те или иные предметы. Ну, в общем, очень много деталей, которые при систематизациях и при сопоставлении между собой могут многое сказать нам о быте и жизни горожан, той жизни, которую мы сейчас практически не представляем, потому что живем мы совершенно в другой реальности. Да, у нас другие технологии, другие материалы, другие технологические процессы, другие физические затраты на совсем другие вещи. Поэтому сейчас трудно сопоставить жизнь горожанина, скажем, 18-19 века и жизнь горожанина современную. Совершенно разные жизни. Вот и, конечно, с помощью археологических источников это возможно сделать. Помимо вот этих монастырских объектов на территории города, еще есть такие селения, которые возникли уже в бытность существования города Архангельска, уже после 1584 года, так называемые Слободы. Жилецкая, Затинная, Пушкарская, Стрелецкая Слободы. Слободы, которые тянулись вверх по реке от города Архангельска, туда в сторону улицы Поморской, Сельфимовича и вот в ту сторону. Эти Слободы были заселены теми людьми, которые обслуживали город, которые торговали, торгово-ремесленное, посадское так называемое население. И у них у каждого была своя усадьба. Эти усадьбы иногда раскапываются, находятся комплексы каких-то предметов. И вот это помогает уже быт людей того времени, более или менее замкнутом каком-то усадебном пространстве и в каком-то хронологическом промежутке, зная тот материал, который попадается определить. Именно это дало нам возможность выяснить, что в основном архангелогородцы ходили кожаные обуви, что они курили трубки, пользовались стеклянной керамической посудой в большом количестве, какими деревянными ложками и берестяными изделиями они пользовались. То есть вот этот массовый материал из раскопок в основном на территории Стрелецкой Слободы в разных местах. Ну, например, вот гостиница Двина или Юбилей, она как раз построена рядом с Стрелецкой Слободой на некотором отдалении. Что касается нижней части города, вот гостиных дворов и ниже, то там формировалась так называемая немецкая Слобода, в основном из выходцев тоже торгово-промышленного населения западноевропейского происхождения. Это голландцы, это англичане, это датчане, это немцы, которые сначала неохотно, а потом все охотнее и охотнее силились на территории Архангельска. Также необходимо было иметь своих представителей для ведения торговых операций. Многие не хотели жить в гостиных дворах, потому что это было не очень удобно, это достаточно затратно было. Покупали усадьбы, на этих усадьбах жили. И вот некоторые усадьбы на территории немецкой Слободы тоже были археологами, исследованы при случайных обстоятельствах и целенаправленно. Тоже в основном в 90-е, 2000-е годы, совсем недавно, за последние 30 лет. Может быть, стоит еще упомянуть имена тех археологов, которые проводили исследования в городе Архангельске. Это Алексей Евгеньевич Беличенко, пожалуй, сейчас наиболее такой опытный с точки зрения исследования исторической части города Архангельска, археолог. Несколько исследований проводили приезжие специалисты, специалисты из Волгы, Сыктывкара и Санкт-Петербурга. Ну, конечно, про Олега Владимировича Овсяникова я уже рассказывал. Он проводил исследования тут вплоть до начала 90-х годов. Ну и мне немножечко тоже пришлось кое-какие объекты археологические исследовать на территории города, в частности, от нескольких объектов на территории Стрелецкой свободы. Еще одним, может быть, интересным археологическим объектом является Старая Соломбола. И вообще все связанное с строительством морского флота в городе Архангельске тоже с точки зрения археологии весьма интересная тема. Почему? Потому что сейчас Архангельск находится в таком положении, ну, как бы оправдывающегося. Мы всем пытаемся доказать, и не всегда, кстати, успешно, что колыбель российского флота не Воронеж, а Архангельск. Вот я тут недавно проездом был в Воронеже, они там вовсю продают кружки пивные. Значит, Воронеж – родина российского флота. Вот Архангельск я таких кружек тоже вижу, но не так сильно обращаю внимание. Вот когда я в Воронеже на это обратил внимание, меня это немножечко задело. Понятно, что вот здесь как раз археология может сыграть очень большую роль. Дело в том, что именно археологи могут найти материалы, которые будут свидетельствовать о существовании длительной традиции строительства судов на территории Архангельска, и, во-вторых, о функционировании судовых верфей на территории города, тоже эти данные археологические могут многое сказать. Большинство людей, наших сограждан, наших архангелогородцев, не представляют, где находилась первая судоверфь. Они думают, что всегда было в Соломболе. Но это не совсем так. Долгое время, пару десятилетий практически, судоверфь находилась выше реки от города, между монастырем и следующими деревнями, которые следовали за городом Жаровиха, например, которая сейчас уже вошла в черту города Архангельска. Вот там находилась верфь. Она долгое время там существовала, и только в 30-е годы окончательно верфь нашла свою локализацию на Соломбольских островах. И там уже развивалась по 2860-х годов. А археологические исследования по поиску вот той верфи, старой, конечно, могли бы принести плоды с точки зрения не только ее локализации на местности, но и с точки зрения доказательства того, что Архангельский флот возник, ну, по крайней мере, раньше, чем Воронежский. Ну, а что касается традиции поморского судостроения, то понятно, что поморское судостроение здесь существовало задолго до Петра. Здесь суда традиционно строили на старый манер, да, конечно, поморские суда, но они строили здесь. Вот эта традиция, морская традиция, которая здесь в Архангельске существовала, конечно, помогла быстро воплотить в действительность и строительство нового флота, который задумал Петр Великий в конце 17-го столетия. Так что вот эти объекты, судоверфи, Соломболь и вот старый судоверфь, они тоже, с точки зрения археологии, очень являются интересными. Ну, вот это вот те основные объекты археологические, которые существуют на территории нашего города. Есть еще ряд мест, которые тоже интересно было бы исследовать. Ну, такие они имеют определенные загадки. Например, вот были случайные находки хиновогорских украшений на территории Троицкой церкви. Нет ли там какого-то могильника средневекового, который существовал когда-то и который в настоящее время уже разрушен. Вот есть, например, многие вопросы, которые связаны с археологией гостиных дворов, не до конца еще выясненные. То есть были ли тут подземные ходы, о которых и подвалы, о которых говорят многие легенды, или это все-таки только легенды. В общем, археология у нас, не сказать, чтобы находится на сильном подъеме, но все-таки она достаточно оптимистично развивается у нас в Архангельске. Она сравнительно молода, если применить на городу. Да, в 80-е годы. Это не так много времени, чтобы делать какие-то очень глобальные выводы. Нужно проводить дальнейшие исследования. Эти исследования хорошо, что и проводятся в последнее время достаточно часто. И вот на этой оптимистической ноте мне бы и хотелось завершить этот разговор, пожелать успехов архангельским археологам в дальнейшей их работе, и чтобы те находки, которые они найдут в ближайшие годы, десятилетия, пополнили наши исторические представления о городе, дали новую пищу для размышлений. Археология всегда дает пищу для размышлений историкам. Историки интерпретируют этот материал и делают исторические выводы. Иногда историки, археологи представлены в едином лице. Это тогда наиболее ценные исследователи, которые могут не только оперировать истинными данными, общей историкографической традицией, но и правильно интерпретировать материальные исторические источники и делать выводы на основании целого комплекса различного рода знаний. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова